Всем привет! Сезончик, ура! А это значит пора обновляться. Но учитывая тот факт, что я поменял класс мотоцикла, нужно слегка обновить экип. Но! Как всегда, финансы поют романсы. Да-да-да, не лучшие времена даже для именитых брендов. Поэтому я решил выбрать из менее знаменитых брендов и попасть в реку соотношение цена и качество. Я взвесил за и против и решил выбрать шлем недорогой китайской марки LS2. Мне он понравился внешне. Читаю его характеристики и понимаю, что очень даже неплохо. В целом, композит. Это важно. Не пластик, именно композит. Хорошая качественная набивка и офигительная вентиляция. Немного отступлю от нудных, но нужных характеристик. И скажу, что история этой компании начинается с 1990 года, когда некий Артур Ляо инвестировал деньги в китайскую компанию по производству шлема. Спустя некоторое время вырос гигант, производящий шлемы под маркой GPH. Не буду долго и нудно рассказывать об истории, скажу лишь одно. В 2008 году это единственная компания, которая получила сертификат ISO 9000, выданный британской Accreditation Service. А уж эти цифры говорят сами за себя. Вот она LS2. 323-я модель. Вот такой вот черно-белой расцветки. Ну, нравится мне черно-белой, ничего с этим не могу поделать. Стандартная DD-застежка. Многим она нравится, многим не нравится, многие ее критикуют. Но так по мне, это одна из надежных систем, которая не расстегнется в случае... Ну, вы поняли. Итак, начнем с внутрянки. Обшивка. Здесь она гипоаллергенная, съемная, как и на многих других шлемах. Выделю только необычный способ крепления щек. Оно обусловлено, конечно же, системой аварийного снятия шлема. Наверняка вы спросите, почему я взял шлем без солнцезащитного визора. Отвечу просто. В угоду хорошей вентиляции. Дополнительно к этому шлему я взял солнцезащитный визор. Вентиляция шлема отменная. Самая, наверное, на мой взгляд, необычная, это отдельная заслонка на так называемой морде. Помимо стандартной внешней заслонки, есть внутренние, которые отсекают принудительно воздух на лицо. Но пока это все теория, проверим на практике. Пластиковые обоймы, которые закрывают привычные посадочные места под наушники, крайне высоко стоят. Но опять-таки, это теория. Может их выломать надо? Проверим, когда будем ставить скалу. Одно только хочется сказать для тех, кто надумает покупать LS2. Шлемы маломерит. Лучше брать с примеркой. Узкие шлемы. Но черт, побери, мне нравится. Смена визора занимает какие-то считанные секунды. Нажимаем на флажок, подняли, открыли. Надо поставить темный визор. Нажали, закрыли. Все просто. Здесь есть кнопочка фиксации визора. Нажимаем на кнопочку, визор открылся. Закрыли визор, он защелкнулся и пальцем вы его уже не откроете. Зачем это нужно, мы так и не поняли до конца. Но если она есть, значит эта штука полезна. По всеми любимому шарпу шлем получил аж 4 звезды. Да, взяв шлем марки LS2, я решил себе взять и крутеху LS2. Ну, чтобы так, в стиле все было круто. Но это совершенно другой ролик, совершенно другой сюжет. А пока мы будем тестить этот шлем. Да, кстати, забыл сказать, что стоимость этого шлема в районе 15 тысяч рублей. Много это или мало покажет ресурсный тест. Для особых скептиков могу отметить, что цена шлема достаточно низкая. В сочетании с его характеристиками и композитом. Да, он китайский. Но именно это позволяет снизить цену на шлем. А сейчас, как говорится, катать и только катать. Всем пока. Продолжение следует...